Вода. Всё в воде. Вода в перемешку с нечистотами и не только. Зловонный коктейль заполнил подвалы нескольких домов в селе Касулино. Гнилые трубы то и дело рвёт. Произошла поломка, срыв, получается, с точной вот этой трубы. Три дня туда всё, наверное, бежало. Своими силами это всё устранил и снова опять получается у нас течь горячей воды. Дома не подключены к центральной канализации, а осенизаторы не всегда успевают вовремя выкачать нечистоты. Она сразу бежит через второй люк в подвал у нас, получается, все вот эти уходят нечистоты. И оттого и запахи, и всё идёт и тому подобное. Проблемы у жильцов начались после того, как у их управляющей компании закончилась лицензия. Теперь вся забота о доме легли на плечи собственников. Я не знаю, почему она 31 декабря решила снять с себя полномочия по всем законам. Лицензия выдаётся на 5 лет, а 5 лет она у нас не проработала. Мы настаиваем, что наши деньги просто украдены. Половина наших денег украдена. Директор управляющей компании недовольство жильцов не разделяет. По словам Натальи Кручининой, за время её работы во всех домах регулярно проводились работы и менялись трубы. Он поступил в нашу компанию в Ростов хуже, чем в данный момент. Но за 23-й год в моём управлении проделано очень много, очень много в этом доме. По словам юристов, управляющая компания слишком рано оставила дома, которые обслуживала. Они обязаны исполнить свои обязательства в рамках заключённых договоров с жильцами. То есть продолжить управление до тех пор, пока не будет избран новый способ управления. Пока идёт поиск новой управляющей компании, ответственность за откачку и вывоз нечистот взяла на себя администрация Белоярского района. Сейчас идёт подготовка соответствующего пакета документов для того, чтобы разместить всю конкурсную документацию по выбору новой управляющей компании. В рамках действующего законодательства это будет в течение месяца. До этого собственникам нужно решить, снова довериться очередной управляющей компании или взять судьбу домов в свои руки и создать ТСЖ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова